Сенгелея Воскресенье Поступили, как обычно это делается в случае коммунальной аварии, в одной отдельно взятой квартире. На трубы поставили хомуты, только гораздо большего размера. Подчеркиваю, что в данной ситуации мы обеспечили водоснабжение жителей Сенгелея. Мы в принципе устойчиво можем гарантировать даже в период проведения ремонтных восстановительных работ или ремонтных работ, поддержание вот этого режима. Нельзя сказать, что ничего для предотвращения аварии не делалось. Уже два года по поручению губернатора Сергея Морозова выделяются средства на замену сетей. Но сделать одним махом все и сразу пока не удавалось. Пока специалисты продолжали устранять последствия аварии, в областном правительстве решали, что делать дальше. Ответ кажется предельно ясным. Восстанавливать коммуникации, чтобы подобного впредь не повторялось. Именно по этому пути и пойдут. В согласовании с губернатором принято решение о том, что мы будем предлагать депутатам Ульяновской области направить дополнительно еще 10 миллионов рублей на то, чтобы провести замену задвижек, установку соответственно отсечных задвижек для того, чтобы в случае порывов отсекать не весь город или не весь микрорайон, а только отдельные участки, отдельные улицы. Будут приобретены, установлены, заменены трубы на пластиковые долговечные, в особо, так скажем, волнующих нас участках. А также будет проведен капитальный ремонт капотажей. Принято еще несколько важных решений. Сенгелеевские коммуникации переданы на баланс Радищевского группового водовода. То есть управлять и ремонтировать их отныне будет региональной корпорацией Облкомхоз. О выделении финансовых средств первый замгубернатора Александр Якунин предложил разбить на несколько частей. Деньги из резервного фонда пойдут на первоочередные задачи. К выполнению них планируется приступить уже в следующем месяце. Егор Тестов, Даниил Сурков. Новости дня. Ульяновская правда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова